Он тогда уже понимал, что то, что мы сейчас говорим, бункерный дед, за гаражами деды, вот это вот все, видя его интервью с Карлсоном, что он человека заносит, что он не в ладах с реальностью. Мы это наблюдаем спустя 9 лет и как-то, ну, в общем, как-то все равно рабеем об этом говорить во весь голос, что страной руководится все равно сумасшедший человек. Мы очень многие вещи облекаем в какие-то более слабые слова, чем могли бы. Немцов называл вещи своими именами. Тогда, когда, ну, слушайте, только что закончилась Олимпиада, страна в восторге от присоединения Крыма. Мы же хорошо помним это время. Вот тогда простому человеку, обычному, тем более политику, единороссу скажи, что Земля круглая, а что Крым аноксирован, и что это нехорошо, придется его назад отдать. Так какие бы полчища на себя накинулись? Я, например, побаивалась лишний раз говорить. А он в этот момент избирался в Ярославскую думу. Вот его избирали. И он там боролся в думе, сидел там с казнокрадами, и вот с этой вот антивоенной позицией, которую он называл вещью своими именами. И как бы мне тогда хотелось бы, и сейчас хотелось бы, чтобы он тогда ошибался. А он не ошибался, он все это предсказал, он с этим боролся. Он с этим боролся, а мы надеялись проскочить. А мы надеялись, что обойдется. Вот правильно, на самом деле, украинцы на нас обижаются и говорят, что вы недостаточно бороли, что вот коллективная у вас ответственность. Не верилось, а не верилось в то, что говорит Немцов. Очень зря, очень-очень зря, конечно. Вот где виновата, там виновата. Мне не верилось. Как ты себя ощущаешь в последние дни, особенно после известия об убийстве Алексея Навального? Ну, это черные дни, конечно, очень черные дни. Я вижу, что происходит со многими моими знакомыми, друзьями, единомышленними происходит. Мы погружаемся в такую пучину депрессии. И этот февраль, когда мы будем уже всегда отмечать эти годовщины, 16-е, 24-е, 27-е, хватит уже. И все прибавляется и прибавляется эти дни. И да, мы все слышали речь Навального, что не терять надежду, мне кажется, сейчас это очень сложно, ее не потерять. Мне кажется, сейчас это самое-самое сложно, не потерять именно надежду. Когда каждый день Навальный, война, немцов. Это вот такие колоссальные потери за 9 лет. И как с этим жить, как дальше бороться, когда все хуже, хуже и хуже с каждым годом. А ведь правда. И Борис, и Алексей, они даже не наорали бы сейчас на нас, они бы нас высмеяли бы. Они бы нас сейчас высмеяли. Это было бы действительно весело и от души, что что же вы, лапки у кого? У кого лапки? Ну да, ну и что теперь? Я даже не знаю, что бы они сказали. Ну то есть я догадываюсь, это было бы искрометно. Если бы мы знали, что они сказали, они не были бы такими талантливыми. Они нашли бы какие-то слова. Ну они бы нас взбодрили бы и, в общем, отругали по большому счету. А некому, некому это сделать. И я не знаю. Как выбираться из этой пучины, куда ты все равно погружаешься. И имени Немцова и имени Навального заставляешь себя, в общем, не идти на дно. Ну как-то давайте держаться вместе. Сегодня вижу много новостей о том, что в разных городах люди несут цветы и портреты Бориса Немцова к разным точкам. Естественно, в Москве люди приходят на Немцов мост и там по-прежнему дежурят полицейские. Но они, бывало разные, скажем так, сразу была разная. Они дают оставлять цветы и портреты. Не знаю, сколько протянет мемориал в очередной раз перед тем, как сотрудники коммунальных служб или силовики его вновь не уберут. Так вот, знаешь, как-то они то ли украдкое, то ли наоборот иногда надменно это делают очень с явным. Знаете, вот снимайте нас, мне ничего не будет. Такая показуха они устраивают. Как ты думаешь, о чем говорит то, что многие люди, несмотря на то, что за 9 лет после убийства Немцова Россия изменилась, репрессии стали куда более серьезными, продолжают, продолжают чтить память, продолжают делать то, что видит им сердце. О чем это говорит, как ты думаешь? Ты знаешь, мне сегодня несколько знакомых из прошлой жизни поджилых женщин написали, что они сходили на мост и принесли цветы. Так тихонечко-тихонечко, как мы сделали это, мы сходили, принесли. Или просто послали фотографию, явно сделанную самими, да, неоткуда-то взяток. Понимаешь, это же, вот на самом деле, что должно нас держать на плаву. Вот, знаешь, мне кажется, что, например, когда-нибудь, я даже вижу эти годы, да, то есть, наверное, мы доживем, когда-нибудь сотрудники российского посольства в Берлине будут с гордостью говорить, что вот мы работаем на улице Алексея Навального, а работники посольства Российской Федерации в Праге будут говорить, а наше посольство стоит на площади Немцова. А в Вильнюсе посольские будут говорить, а мы каждый день ходим на работу мимо сквера Немцова. Да, и будут говорить с гордостью, а мы будем с гордостью ходить в посольство, не знаю, там, пить чай в консулате, сплетничать и обниматься, не знаю, там, с консульскими работниками, потому что, черт, какую страну мы построили, да, и как здорово, что наше посольство стоит вот на этих улицах. А давайте напомним, а как же это было-то, как же эти улицы-то появились? А я тогда, когда здесь еще работали другие люди, была другая страна. Вот я верю, что так будет, что совершенно другие люди в прекрасном посольстве, в прекрасной совершенно России будут гордиться, что они посольство поставили на улице Немцова и на улице Навального. Я говорю, конечно, в Москве самое главное, конечно, за Москворецкий мост, конечно, он навсегда будет Немцовым, конечно, навсегда. И там всегда будут цветы. Это совершенно неизбежно. И я думаю, что построят отдельно какой-то большой широкий проспект, проспект Навального. А, черт его знает, может, и Ленинский в конце тут переименует. Да много чего есть. Хорошо бы было, хорошо бы было. Ты знаешь, вот это будет. Я вот в первые дни после убийства Навального здесь, в Вильнюсе, наш эфир, мы делаем из Вильнюса, я первые дни, каждый день приходил к мемориалу, к стихийному, который появился в центре города, потому что, ну, как бы это была какая-то попытка пережить все то, что произошло, увидеть там большое количество цветов, свечей, портретов, табличек, обращений к Алексею, которые здесь есть. И я же до 24 февраля, только последние два года жил в Москве, до этого жил в Сыктывкаре, но каждый раз, когда я приезжал в Москву, я приходил на Немцов мост, потому что во мне было два чувства. С одной стороны, это большая скорбь и растерянность, а с другой стороны, это была ярость. Ярость, желание поменять, добиться, желание показать, что во мне горит до сих пор огонь, я готов много что делать. Именно ровно про ярость на митинге в Вильнюсе, антивоенном митинге, говорил Иван Жданов из ФБК. Вот эти два чувства движут меня вперед, по-прежнему заставляют меня, не знаю, работать больше, работать лучше и так далее. У тебя внутри какие чувства после этих событий? Что тебя движет вперед? Ну, ярость, да, ярость. Очень хорошо сказала Юлия Навальная про ярость. Вот, наверное, все-таки ярость. И, ты знаешь, мне кажется, что с убийцем Немцова Путин, конечно, с Немцовым, с убийцем Навального Путин, конечно, так просчитался, потому что он человек мизогинный, очень мизогинный. И то, что на место его врага станет женщина, любящая женщина, которая была любима, которая сейчас в ярости, и она, конечно, не Карасон Акина. Нет. При всем уважении, да, к Карасон Акину. Это другое. Это вот такие разбушевавшиеся лесные эльфы, да, королева лесных эльфов. Я думаю, да. Я думаю, что вот борьба с Юлией Навальной, и я совершенно не собираюсь приписывать ей, не знаю, там, политическое чутье, опыт, там, и так далее, и так далее. Она же не тем хороша, она же хороша тем, что каждый сказал, да, действительно, Юлия Навальная, да, точно, точно, вот, наш знамя силы и оружие. Точно, конечно, ну, все нормально, да. С такой женщиной невозможно бороться, и вот как будет Путин, что будет с этим делать. И, пожалуй, меня вот это сейчас держит на плаву. Ну, знаешь, когда приходил Ельцин к власти, я помню очень хорошо, начало 90-х, почему-то загласили все астрологи тогда, там какие-то глобы, не глобы, там много кто был, что начинается эра Водолея. Что вот, пришел Водолей, это Ельцин, наступает вообще время России, вот сейчас на России начнет расцветать, и прям так расцветет, что мало не покажется. Не знаю, я сейчас не вижу, не слышу никаких астрологов, вот тогда они были с каждого утюга, но у меня такое ощущение, что наступает какая-то тоже другая эра. Не знаю, назвать ли ее женской было бы слишком слабо, назвать ли ее феминистичной было бы вообще неправильно совершенно. Назвать это эрой равноправия, ну, камон, были у нас советские женщины, самая равноправная женщина в мире. Другое, когда Россия обретает лицо, и в конце концов, лицо женское, в конце концов. И вот это меня как-то не потому, что я не верю в мужчины, не потому, что я их не люблю, а потому, что мне кажется, что это как-то правильно. Вот как-то правильно. Когда идет война, когда кругом власть дедов за гаражами, да, должно быть в России женское лицо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!